Вот трусы-то мы сегодня с вами и сошьем. Приготовили вот такое вот жгучее полотно. С помощью нашего оператора Андрея я справилась. Без его помощи точно было бы никак. Все швы спрятаны внутри. И с лицевой стороны, и с изнаночной. Всем привет! С вами школа Шитья Хочу Шить, и я Ирина, преподаватель этой школы. Новогодние праздники, увы, уже отшумели. Но скоро февраль, и мы будем поздравлять и радовать подарками наших мужчин. Как известно, лучший подарок, это подарок, сделанный своими ручками. А что самый популярный подарок в нашей стране для мужчин? Пена для бритья и носки-трусы. Вот трусы-то мы сегодня с вами и сошьем. Для этого воспользуемся нашей готовой выкройкой, которую вы можете бесплатно скачать по ссылке в описании. К этой выкройке в комплекте прилагается текстовая инструкция по пошиву. А если вам важно, чтобы инструкция сопровождалась подробными фотографиями, то я советую вам познакомиться с последними коллекциями наших выкройек. Хочу также напомнить, что наши школы работают в Москве и Санкт-Петербурге, а также у нас есть онлайн-курсы. Присоединяйтесь! Ну и не забывайте подписаться на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для пошива мы приготовили вот такое вот жгучее полотно трикотажное. Я его заранее продекотировала, и сейчас будем с ним работать. Итак, на готовой выкройке я выбрала нужный размер, перевела на кальку все детали, их всего у нас три, максимально переносить информацию о деталях, где сгиб, название детали, все метки, и приколола их ткани, обвела контуры, и сейчас, согласно инструкции на выкройке, буду добавлять припуски. По низу на инструкции написано, что уже припуск сделан, поэтому добавлять здесь ничего не буду. Единственное изменение, я не буду добавлять 2,5 см здесь, поверху трусов, потому что я решила сделать открытую резинку. А вы можете изменять этот припуск, который на выкройке указан в размере 2,5 см, на свое усмотрение. Если вы берете резинку шире, например, 3 см, то припуск нужно сделать больше. Сейчас буду рисовать припуски. Я нарисую везде 1 см. Наш интернет-магазин готовых выкройек продолжает пополняться новыми изделиями. Каждая выкройка представлена сразу в двух форматах для печати. На плотере и на принтере в размере А4. Ко всем выкройкам в комплекте идет подробная фотоинструкция, шить по которой смогут даже начинающие. Выбирайте подходящий уровень сложности и вперед. Приобрести выкройки можно на нашем сайте по ссылке в описании ролика. Вам нужно выбрать подходящий размер и рост, добавить товар в корзину и перейти к оплате. Для зрителей нашего канала действует секретная скидка 20% по промокоду выкройка. Файлы выкройек и инструкции к пошиву будут отправлены вам на электронную почту и появятся в вашем личном кабинете на сайте. Не забудьте зарегистрироваться и авторизоваться перед покупкой. Мы будем безумно рады увидеть в социальных сетях фотографии изделий, которые вы сошьете по выкройкам «Хочу шить». Укажите именной хэштег выкройки при публикации, чтобы мы могли вас найти и сделать репост. Желаем удачного пошива! Я пририсовала припуски по всем срезам, кроме низа. И теперь буду выкраивать. С кроем я справилась. Детали ластовицы и центральная деталь переда у нас двойные. Внутренние детали я вырезала просто из белого трикотажа. Это те детали, так называемые подкладочные, которые будут внутри трусов. И следующий этап. Мы должны перенести линии кроя на вторую сторону. Итак, я перевела все линии кроя на другие стороны. Вы обратили внимание, что я делала это с помощью булавок. Мы просто прокалываем булавки по контуру детали. Не слишком часто в уголках перекрестки. Дальше переворачиваем и соединяем булавки, как штрихи карандаша, обрисовывая контур детали. Начнем сшивать трусы с сшивания выточки. Сколем ее и сошьем. Это средняя часть у меня. Две детали в руках. Внутренняя и наружняя. Я их сложу лицевой стороной внутрь. И вот по этой линии от сгиба сколю. Вот у меня две сколотых выточки. И сейчас я их сметаю. Узелки не завязываем. Сметываем рядышком с линией. Выточки сметаны. Вот они. И теперь будем шить. Шить будем на оверлоке с двумя иголочками. Мы пришли на оверлок. У нас заправлено 4 нитки. Обратите внимание, для того, чтобы край шва оверлочного шел четко по вот этой линии, я буду направлять эту линию вот по этой метке на лапки. И тогда у нас будет строчка четко по этой линии проходить край строчки. Начинаем шить. И вторую детальку также. Я сшила обе выточки, убрала наметку и спрятала хвостики оверлочной строчки вот в вершине выточки. Тысяча и один способ о том, как спрятать хвостик оверлочной строчки, вы можете найти в видео на нашем канале. Сейчас я пойду на утюжочек и заутюжу выточки в разные стороны. На готовых трусах эти две детали будут совмещаться вот таким образом. То есть они будут лежать изнанка к изнанке друг к другу. И выточки сейчас лежат в разные стороны. То есть таким образом здесь, вот в этом месте, не создается излишней толщины. Сейчас будем присоединять центральные детали к основной детали трусов. Вот у нас лицевая сторона. И сейчас я совмещаю центральную деталь лицо с лицом с основной деталью. И буду прикалывать сюда. Вторая деталька у нас совмещается лицевой стороной с изнанкой трусов. То есть у нас получается мы будем сшивать три детали сразу. Я сейчас зафиксировала края детали вот здесь вот в этих уголочках. И теперь распределяю эту детальку по всему срезу. Вот я прикалывала одну сторону. Отверните, посмотрите, как у вас получилось. Вот лицевая сторона с лицевой стороной. А теперь буду прикалывать эту деталь вторую внутреннюю лицевой стороной с изнаночной стороной трусов. То есть у нас получится, что этот шов в готовом виде будет спрятан между деталями. Его будет не видно. Вот сколоты сейчас все три среза, три детали. Давайте посмотрим, как это будет в готовом виде, пока мы еще не наметали. Вот так это будет отворачиваться. И шов у нас будет прятаться между деталями. Изнутри все будет чисто закрыто. Сейчас сметаю и потом сошью. То есть буду не сразу два шва сшивать, а по очереди. Сначала одну сторону, потом вторую. Сметываем так же, как предыдущие. Красно, рядышком с линией. Узелочков не завязываем. Закончили сметку. Вот все три среза у нас. И теперь сшиваем точно так же, как и сшивали предыдущие выточки. Я справилась с этим швом. Вот что у меня получилось. И теперь подобным же образом нам нужно соединить и второй шов. Здесь будет сложнее, потому что здесь придется подбираться через отверстия. Верхнее или нижнее. То есть сначала сколем вот эту верхнюю деталь, а потом будем присоединять вторую. Лицо к лицу. Точно так же фиксирую сначала уголочки, а потом распределяю всю деталь. Вот что у нас получилось. То есть трусы у нас сейчас замкнулись в цилиндр. И теперь нужно присоединить вот эту детальку. Она у нас должна быть присоединена вот так, лицевой стороной к изнанке. То есть мы сейчас будем залезать через эту дырочку. Вот здесь придется потрудиться. Вот таким образом. Вот так постепенно будем выворачивать и прикалывать, а потом приметывать. Здесь не слишком простое место, но мы справимся, я верю. Вот я сколола второй шов. Видите, как у меня тут все вывернулось? Вот такая получилась картинка. Трусы частично спрятались туда. Вот. Ну, теперь мы его сметаем и точно так же сошьем на верлаке. Сметка готова. Шью. Да, я вам забыла сказать, что мы шьем контрастными нитками, чтобы вам было лучше видно. Но вы, конечно, шейте нитками в тон. Вот что у нас получилось. Уже похоже на трусы. С изнаночной стороны все закрыто. Ну и теперь следующий этап это ластовица. С ластовицей будем поступать точно так же. То есть у нас две детали ластовицы. Лицо с лицом складываем наружные детали. И дальше прикрепим деталь, которая будет у нас внутри. Вот таким образом. Сметаем и будем шить. Здесь обязательно совместите середину с серединой. Там, где у нас шовчик. Вот тот самый первый, где выточки. Вот у меня надсечка тут стоит. Вот я зафиксировала середину. Теперь уголки. И дальше прикреплю вторую деталь. Вот ластовица распределилась по срезу. И со второй стороны мы приколем вторую деталь ластовицы. И потом будем сметывать это все. Вот зафиксирована ластовица. В готовом виде она отвернется. И будет выглядеть вот так. И сейчас изнаночная сторона трусов. И лицевая сторона ластовицы. Вот опять у меня сколоты три детали. Две ластовицы и трусы между ними. И сейчас я сметаю по линии. И потом пониже буду шить. Сметка готова. Сшиваем. Убираем наметку. И вот здесь я вам рекомендую сейчас сделать приутюжку. Поутюжить этот шовчик и швы стачивания. Итак, я отутюжила то, что мы сшили. И у нас остался практически последний шов здесь на трусах. Вот этот присоединить ластовицу к задней части. Здесь будем действовать точно так же. То есть мы вывернем сейчас трусы на изнаночную сторону. Сложим лицевую сторону с лицевой стороной. Сначала две детали. Вот здесь у нас серединка. Как всегда серединку совмещаем с серединкой. У меня всегда на серединках стоят надсечки. Это очень облегчает жизнь, когда вы шьете. Хорошая привычка отмечать середины деталей надсечками. И дальше я соединяю уголки, распределяю деталь. Приколола ластовицу к задней части трусов. И теперь нужно вторую деталь ластовицы. Тут получается то же самое. Нужно будет выворачивать деталь вот таким образом. Вот так будем складывать. Не очень такой приятный узел здесь. Но небольшая, короткая достаточно строчка. Я думаю, что мы с вами сможем это сделать. Я сметала этот шов вот таким странным рулетом. Сейчас это все выглядит непонятным. Здесь нужно быть очень внимательным, чтобы не пришить что-то ненужное. И захватить то, что нужно. Три слоя сейчас ткани здесь. Вот они. И мы их сшиваем. Пальчиками расправляйте здесь ткань, чтобы там не заложилось ничто. Складками. Убираем наметку и выворачиваем. Смотрим, что получилось. Все швы спрятаны внутри. И с лицевой стороны, и с изнаночной. Если вдруг у вас где-то вот такие уголки вылезли небольшие, это ничего страшного. На трикотаже такое иногда происходит. Из-за того, что он тянется. Иногда бывает тянется по-разному в поперечном и долевом направлении. Их можно просто срезать аккуратненько ножничками, чтобы край был ровный. После того, как обработаю верх трусов, еще этот шов проутюжу. Обработаю верх трусов оверлаком просто по краю, для того, чтобы потом нашить резинку. Срезать ничего не буду, шью по лицевой стороне. Наши трусы с перчиками почти готовы. Нам осталось пришить резинку и подогнуть низ. Ножки тоже можно обработать оверлаком. И дальше заметать полтора сантиметра. И так же, как верх, подшить просто двойной иглой на швейной машинке. На нашем канале есть подробный мастер-класс, как шить двойной иглой. Вы можете его посмотреть. Ссылка будет в описании. А я вам покажу другие способы подгибки низа и пришивания резинки. Низ я хочу сделать такой необычной строчкой на швейной машинке. Я ее люблю использовать для трикотажа. Для тех, у кого нет дома распошивальной машины, это выход из положения. Не стала обрабатывать срез оверлаком. Трикотаж не слишком сыпучий. Шов там будет очень часто. И я думаю, что здесь не будет распускаться ничего и высыпаться. Сейчас просто заметаю по низу полтора сантиметра, как и было предусмотрено у нас в описании к выкройке. Заметала подгибку по низу полтора сантиметра по обеим ножкам. И сейчас пойдем на машинку шить. У меня сейчас машинка настроена на очень интересный шов. Вот здесь на панели он указан буковкой D. Вот такие ромбики. Я установила регулятор в положение D, а здесь регулятор в положение SS. И, конечно же, прежде чем строчить на изделии, обязательно попробуйте на образце, на кусочки ткани. Вот такой получается изогнутый шов фигурный. Это с лицевой стороны. С изнаночной стороны он прихватывает достаточно широкую плоскость. И край подгибки у нас не топорщится. Получается вот такая строчка. Он сохраняет растяжимость трикотажа. Видите, да, как хорошо тянется? То есть нет затяжки, поэтому эластичный шов будет. Вот сейчас этим швом я буду подшивать низ наших трусов. Начну в незаметном месте, там, где у нас ластовица. Да, это у нас низ, там, где будет стыковка шва. Поскольку подгибка у нас полтора сантиметра, я выкладываю край сгиб трусиков вот здесь по метке полтора. И буду строчить. Еще один ориентир. Вы должны понимать, что вот этот край подгибки, он должен находиться вот здесь, в краю прорези лапки. Тогда у вас будет четко прихватываться подгибка. Строчим. Заканчиваем строчку, просто наехав где-то 5 мм на начало строчек. Ну, потом можно будет ниточки вытянуть на изнаночную сторону и завязать узелки. И вторую ножку подшиваем аналогичным образом. Я справилась с подгибкой низа. Убрала наметку, отутюжила. Вот что получилось. Если на вашей машинке нету такой строчки, не расстраивайтесь. Можно подшить также зигзагом, либо пунктирным зигзагом, двойной иглой. Ну, вот любые варианты. Но помните о том, что на трикотаже должна сохраняться эластичность. Если строчка будет не эластичной, то она у вас очень быстро порвется. И теперь у нас осталось только пришить резинку кверху трусов. Я выбрала вот такую белую широкую. Вы можете измерить необходимую длину резинки по талии. Того, для кого вы шиете эти трусы. Но, во всяком случае, резинка обязательно должна быть чуть меньше, чем трусы. Да, если она будет больше, она просто у вас растянет вверх. И не забудьте оставить припуск сантиметра полтора с каждой стороны. То есть всего три на сшивание резинки. Сейчас мы сошьем резинку в кольцо. Будем делать это просто на швейной машинке. Сколола два среза булавкой. И буду сейчас сшивать от края до края обычной прямой строчкой. Здесь я рекомендую пройтись по этому шву два или три раза. Потому что нагрузка на резинку большая, на шов. Поэтому надо, чтобы он был прочный. Вот так дойдем до края, развернемся и пойдем обратно. И так сделайте два или три раза. А теперь нам надо спрятать вот эти срезы. Чтобы они не торчали. Просто подгибаю и подшиваю здесь строчкой. И со второй стороны то же самое. Вот так получилось. С трудом справилась машинка с этой резинкой. Но если бы нитки не были неконтрастные, то в принципе было бы приемлемо. Теперь важно пришить резинку так, чтобы она сделала равномерную сборку. Для этого я сейчас ее разделю на четыре части. Вот я сложила середину там, где шов. И отмечу булавкой середину. Дальше складываю середину на середину. И отмечаю еще серединки серединок. Вот я сейчас разделила резинку на четыре части условно. Можно поставить не булавки, можно поставить меловые метки. Как вам удобно. И таким же образом я должна поступить с трусами. То есть я сейчас сложила вот эту среднюю часть центральную. По шову и нашла серединку. И сложила их вот таким образом. Серединка на копе. Вот здесь. И сейчас поставлю тоже две булавочки. Это у нас середина переда и середина спинки. Дальше складываю вот таким образом. Совместив середину и середину. И нахожу здесь сгибы. И поставлю булавки тоже по ним. То есть вы уже догадались, что мы сейчас будем совмещать все эти булавочки с булавочками, которые у нас есть на резинке. Для того, чтобы у нас была равномерная сборка, когда пришита будет резинка. Вот так я сделала. И теперь начнем совмещать с задней части. Вот здесь. Резинка у нас будет внахлёст. Внахлёст приблизительно 1 см. То есть чуть ниже линии оверлочной строчки. Я сейчас поставила резинку и прикалю ее. С изнаночной стороны это выглядит вот так. И теперь фиксирую здесь середину. И совмещаю боковые метки. Вот сейчас у нас резинка зафиксирована в 4 местах на трусах. Вот таким образом. Возможно, тут вам понадобится помощник. То есть нужно будет растянуть резинку вот так. И зафиксировать хотя бы еще 2-3 булавки в каждом промежутке. Для того, чтобы было удобно потом шить и наметывать. Итак, с помощью нашего оператора Андрея я справилась. Без его помощи точно было бы никак. То есть он растягивал, а я прикалывала булавки. Вот так это выглядело. Видите, да? Равномерно распределена сборка. И сейчас мы будем настрачивать резинку. Пойдем строчить на машинку. Пристраивать резинку буду пунктирным зигзагом. Вот здесь он у меня под буковкой D. Да, только верхняя панель. Установила регулятор в положении D. И здесь у меня он достаточно частый. Видите, близко к единичке длина стежка. Ну и обязательно, конечно, попробуйте на кусочки ткани, чтобы точно определиться, какая строчка у вас будет. Край резинки укладываю вровень с прорезью на лапке. И сейчас начну шить. Опущу иголочку. Резинку надо пришивать в натянутом состоянии. Ну и вот на свой страх и риск я сейчас тут буду строчить по булавкам. Хотя не очень люблю это делать. Когда вы шьете вот при такой натянутой резинке, не сопротивляйтесь машинке, да? То есть у вас ткань должна поступать под лапку свободно. То есть я натягиваю резинку и спереди, и сзади. Когда останавливаетесь, чтобы перехватить резинку, оставляйте иголку в ткани. Закончили строчку. Вот что у нас получилось. Вынимаем булавки, обрезаем нитки. Ну вот, наши труселя готовы. Думаю, что у вас тоже все получилось. И надеюсь, что мужчины будут довольны. А на нашем канале много полезных видео. И не только по шитью. Заглядывайте к нам почаще и не забывайте подписаться. Всем пока, до новых встреч!